Программа предназначена для аудитории от 16 лет. У нас сегодня, как обычно, два часа. Немного слов о втором часе. После 12.05 мы будем говорить об анкетировании кировчан, которые задумало провести региональное министерство здравоохранения. Конкретно этим будет заниматься Центр медицинской профилактики. Судя по информации, публикованной в том числе на сайте Минздрава, представители сверхздравоохранения будут изучать предпосылки к тому, чем могут болеть жители города. Это называется изучение поведенческих факторов риска. Какой мы образ жизни ведем, есть ли у нас вредные привычки, есть ли какие-то другие предпосылки для того, чтобы мы серьезно и надолго заболели. Речь идет именно об неинфекционных заболеваниях, речь идет о болезнях, которые, так сказать, сердца болезни, печени и прочих вещей. Срок проведения анкетирования март-июнь, как анонсировано, ну, обо всем подробно нам, собственно, расскажет начальник Центра медпрофилактики, главный внешнадный специалист по профилактической медицине регионального Минздрава Ольга Малышева. Это во втором части. Час спустя. Ну, а прямо сейчас мы приветствуем Андрея Усенко. Мы так уже немножко улыбнулись. Уже не секретарь общественной палаты. Снова уже не секретарь. Снова уже не секретарь. Добрый день, Андрей Леонидович. Да, добрый день, коллеги. Спасибо, что согласились заглянуть в плотный график. Ну, мы будем говорить в том числе о событии, которые были в четверг. В четверг на прошлой неделе, 23-го числа, были выборы в общественную палату Российской Федерации. Изначально, мы помним, заявлялись на голосование трое. Марина Николаевна Копырина взяла самоотвод. И в итоге вы участвовали в голосовании. Оно было тайным. Да, тайное. И второй представитель общественной палаты нашего региона, Илонур Гусейнов. Именно так. Да, как уже мы, собственно, посмотрели и узнали, 33 члена общественной палаты нашей проголосовали за вас, 10 проголосовали за Илонура. В общем, это ваша победа, и вы теперь член общественной палаты Российской Федерации. Ну, да, в настоящее время складывается достаточно такой странный промежуточный статус, то есть полноценно следующий созыв общественной палаты Российской Федерации еще не заработал, но вместе с тем, то есть это произойдет с прекращением полномочий действующего созыва, но вместе с тем избранные из состава региональных палат представители уже являются членами общественной палаты России. И назначенные президентом 40 человек также уже являются членами общественной палаты. Достаточно такой, как я сказал, промежуточный статус, пока нет возможности голосовать, что называется. А долго продлится эта ситуация? До середины июня. До середины июня. В середине июня истекает полномочия действующего созыва и, соответственно, вступает в силу новый созыв. Сейчас пока идут организационные моменты, то есть у нас формирование состава не закончено еще, общественная палата России, напомню, еще 43 человека будут избраны. Из числа кандидатов, предложенных общественными объединениями, и тогда уже будет полный состав сформирован. В рамках нашей общественной палаты вы членами ее остаетесь? Да, я остаюсь членом общественной палаты Кировской области, но при этом в соответствии с законом сложил себя полномочия ее руководителя. Без секретаря наша палата существовать не может, поэтому в ближайшее время должен быть определен человек, который будет исполнять обязанности. Да, исполнять обязанности до избрания, до проведения процедуры выборов. Это произойдет 30 марта, состоится заседание Совета общественной палаты, на котором будет выбран исполняющая обязанность. В этом периоде? Это, собственно говоря, да. Да, да. Не так и долго ждать. Будет выбрана исполняющая обязанность, а избрание нового секретаря палаты, ну, по нашим планам, скорее всего, произойдет в июне, так же, когда состоится плановое пленарное заседание. Этот ИО будет определяться из числа действующих членов общественной палаты. Ну, как бы, по-моему, по-другому-то как. Ну, да, вряд ли он будет со стороны. Трудно варяга со стороны позвать, да. Я думаю, что мы будем предлагать, предполагая, что это будет кто-то из заместителей, что в Кромеце. Напомните, кто сейчас заместитель. Эдуард Алексеевич Носков, Владимир Васильевич Савиных и Марина Николаевна Копырина. Три заместителя. Три заместителя. То есть, опять же-таки, заявочным путем будет голосование проходить? То есть, нужно как-то... Или это на совете просто решено будет? Это на совете решается. То есть, конечно, человек может взять самоотвод, но кто-то может кандидата выдвинуть. Соответственно, совет будет голосовать за назначение исполняющих обязанностей. Голосование будет точно так же тайное? Или путем поднятия? Нет, на совете у нас открытое голосование. Тем более, речь, на самом деле, об исполняющем обязанности на незначительный срок. Поэтому я не думаю, что тут надо какую-то страшную процедуру проводить. Исполняющие обязанности в дальнейшем. То есть, полноценным секретарем может стать как исполняющие обязанности, так и любой другой член. Да, полноценная процедура выборов секретаря состоится на очередном пленарном заседании. Пока оно запланировано на июнь месяц. В общем, что при у нас сейчас и так очень много вот этих и-точков, и-точков, то есть еще один добавится на какое-то время. В тренде мы. Да, все в тренде совершенно. Того же разговора с заместителями уже в разговор был, то есть обсуждалось? Избрание исполняющего обязанностей. Ну, предварительные консультации, конечно, проводились, потому что, ну, с учетом занятости того же Эдуарда Алексеевича. По-моему, все трое довольно-таки занятые людьми. Давайте напомним, Эдуард Алексеевич руководит Кировским машиностроительным предприятием. Владимир Васильевич Сувин их холдингом «Здраво» и Марина Николаевна Копырина. Докатская палата, да, Кировская гостиная. Люди все трое занятые довольно-таки. Ну, кто-то из них должен будет, если кто-то из них, то кто-то должен будет найти в своем графике время заниматься этим. Всполняющий обязанностей секретаря, он, собственно, на него возлагается весь полноценный функционал по руководству. Так что все, что Андрей Анидович запустил за последние месяцы, придется вообще в хорошем смысле, надеюсь, слово. Ну да, слово «запустил» в смысле не заставил двигаться. Да, ну, безусловно, мы напомним, что вы запустили. Что вы запустили, тоже напомним. Давайте еще поясним слушателям, да и сами уясним функционал, собственно, члена Общественной палаты Российской Федерации. В чем задача, в чем смысл работы вашей предстоящей. И в чем именно вы сами видите свою задачу. Ну, смотрите, конечно же, там сам факт того, что Общественная палата России сейчас практически наполовину, по сути, даже больше, чем наполовину, то есть 83 против 85, да, то есть 83 – это 40 назначенных президентом и 43 избранных от общественных объединений, и 85 – это представители регионов. По количеству регионов, соответственно. Да, да, то есть больше, чем наполовину Общественная палата России состоит из представителей регионов, избранных региональными палатами. Поэтому основная задача это формирование той федеральной повестки, которая обсуждается в ОПРФ с учетом реальной ситуации в регионах. Потому что мы, коллеги, и вы знаете, и я думаю, что большинство наших слушателей сталкивались с ситуациями, когда вопросы, обсуждающиеся на федеральном уровне, либо мало отношения имеют к региональным реалиям, либо достаточно превратно рассматриваются. Такое ощущение, что они про нас говорят, возникает. Да, то есть вот этот разрыв все-таки между, что называется, Садовым кольцом и всей России, он, к сожалению, имеет место быть, им надо это признавать. Поэтому решение о подобном порядке формирования общественной палаты, которое было принято перед предыдущим созывом, который сейчас работает, оно принципиально важное, на мой взгляд. То есть есть возможность действительно влияния на ту повестку, на те вопросы, которые рассматриваются, и донесения реальной ситуации на территориях. Это во-первых, а во-вторых, конечно же, это обратный процесс, то есть донесение до региональной общественной палаты, до регионального третьего сектора, так скажем, тех возможностей, тех ресурсов, которые есть на уровне федеральном. Да, то есть понятно, что речь идет не только о финансовых ресурсах, в частности, например, о президентских грантах. То есть мы завтра, 28 марта в 10 утра в нашем опорном ВУЗе проводим совместно с Общественной палатой России семинар и мастер-класс даже, так скажем, по участию в конкурсе президентских грантов в 2017 году. Кто-то приедет или дистанционно? У нас заявилось уже на этот семинар в самостоятельном инициативном порядке. Надеемся, что это пойдет на пользу и количество наших НКО, которые и примут участие в конкурсах и получат эту поддержку. А поддержка, напомню, достаточно серьезная. Речь идет о суммах в несколько миллионов рублей на реализацию проектов. Вот, в общем, в том числе один из примеров того, каким образом федеральные ресурсы повышать их вероятность их использования в регионе. Понятно, что мы за НКО, скажем так, не сделаем всю работу, не заявим проекты, но, по крайней мере, их шансы, их возможности мы стараемся увеличивать. Еще одна очень важная тема. Давайте мы про нее уже после небольшой паузы, буквально полминуты и продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Региональная общественная палата выбрала представителя в Общественную палату Российской Федерации. Собственно, этот представитель у нас в студии, Андрей Васенко. Александр Владимирович Бричалов уже поздравил, созванивались. Мы знаем, что вы с секретарем УПРФ в хороших отношениях находитесь. Поздравили несколько коллег из действующего созыва и из тех, кто попал. Следующий Александр Владимирович поздравил. Не созванивались, списались. Владислав Валерьевич Гриб, который не так давно приезжал, поздравил. Поздравил ли те люди, которые попали в число 40 назначенных президентом членов Общественной палаты. Там тоже есть хорошие знакомые, так скажем. И мы уже, собственно говоря, обсудили взаимодействие. Есть предложение, ну пока предложение войти в состав рабочей группы по формированию как раз вот этой третьей части Общественной палаты. То есть состав достаточно серьезно обновился уже на данный момент. Напомню, что из 40 избранных, вернее назначенных президентом членов палаты, 17 только повторного состава были, а 23 соответственно новых. По региональным палатам сейчас точную статистику не скажу, но так вот из того, что видел, по ощущениям тоже примерно наполовину состав обновился. Ну у вас красиво получилось, потому что вы так персонально, вы же последние в среде на архиве оказались. Поэтому как бы вот такая новость была, что завершено формирование региональной части Общественной палаты, и везде была фамилия Уссена. Это нарочно так придумано? Вы знаете, не предполагали, но что называется попали в точку. Попали в точку, да. То есть это прозвучало. Да, мы же были вынуждены перенести в связи с проведением Дней Кировской области в Совете Федерации проведение собственного пленарного заседания, которое планировалось на 16 число. Перенесли его на 23. И на самом деле мы такую небольшую тайну могу раскрыть. Мы вели консультации с федеральными структурами по поводу того, является ли день 23 число все-таки последним или нет. Мы нашли статью Гражданского кодекса, согласно которой исчисление срока начинается со следующего дня. В общем, мы доказали им, что имеем право 23-го провести. И действительно получилось так, что это последняя из процедур, проведенная в регионах. Ну, хорошо получилось. Красиво, красиво. Так, перед паузой мы вас прервали. Еще одно направление. Да, очень важное направление. Это так называемые нулевые чтения законопроектов. То, что проводит Общественная палата России по договоренности с Федеральным собранием. То есть, с Госдумой и Советом Федерации. Это возможность влияния на нормативно-правовые акты, на законодательство. Еще до момента даже их первых чтений и внесения в Госдуму. Когда Александр Ильич Бричалов приезжал сюда в январе, мы с ним этот вопрос обсуждали. Он говорил о том, что по итогам прошлого года, насколько я помню, как он сказал, больше половины законопроектов, вынесенных на нулевые чтения в Общественную палату, в результате были скорректированы с учетом тех предложений, которые в рамках этих нулевых чтений прозвучали. Поэтому это та возможность, тот шанс, который надо действительно использовать для совершенствования, как бы это банально не звучало, нашего законодательства. И опять же в привязке к региональной практике. Когда мы видим те законопроекты, которые возникают в недрах нашего федерального собрания, мы, работая и понимая, что происходит реально в территории, имеем возможность в рамках нулевых чтений их скорректировать. Вроде бы в Госдуме тоже есть представители территории. Не сказать, что их там нет. Ну, смотрите, это, собственно говоря, тот вопрос, который возникает все время. Общественная палата и Госдума, представительные органы, насколько они друг друга дублируют. Я тоже задаюсь всегда этим вопросом. Вы знаете, что в этой же студии ровно несколько лет назад звучала фраза о том, что если бы представительные органы работали полноценно в соответствии со своим предназначением, наверное, общественная палата была бы не нужна. Но напомню то, что должен сказать относительно все-таки присутствия в работе представительных органов партийной дисциплины, партийных интересов. Общественная палата от них принципиально освобождена, и поэтому, скажем так, ее спектр высказываемых мнений априори шире, потому что он не ограничен вот этими рамками. Поэтому мы всегда говорим, что позиция и мнение общественной палаты, мы говорили об этом даже, когда претендовали на право законодательной инициативы в нашем законодательном собрании, собственно говоря, необходимость этого для общественной палаты продиктована не желанием стать в оппозицию, и не желанием там противоречить или противодействовать, а желанием как раз расширить тот диапазон мнений, который принимается в расчет при принятии решений. То есть, по сути дела, мы предлагаем депутатам, что на уровне законодательного собрания, что на уровне Государственной Думы, увеличить представительность, собственно говоря, тех самых мнений, которые берутся в расчет. Дальше их право учитывать это мнение, не учитывать по законодательству, по Конституции у нас, собственно говоря, представительная власть имя сформирована. Но расширение диапазона мнений, на мой взгляд, всегда на пользу при непринимаемом решении. — Общественная палата Российской Федерации, как известно, тоже у нас особым образом структурирована, там есть комиссии, рабочие группы, да, вот, ну, у нас тоже так же на местном уровне, но там более такое разветвленное вот это дерево, да, их там больше, больше намного. Недавно, да, при вашем содействии мы здесь общались в студии Сангаджит Арбаймон, он возглавляет комиссию по молодежным инициативам. — Вам бы, Андрей Леонидович, вот куда хотелось бы попасть, если уж что-то говорить об участии в работе конкретных комиссий, может быть, возглавлять даже и чувствовать какую-то силу? — Ну, точно не загадываю пока, потому что... — Ну, исходя из существующего-то сети. — Ну, смотрите, во-первых, точно изменится структура, потому что каждый новый созыв Общественной палаты принимает новые решения по структуре, по тематике комиссии, по количеству их, то есть у каждого созыва Общественной палаты, что региональная, что общественная, что российская. — Давайте напомним, на сколько лет у нас ОПРФ? — Так же на три года. — Точно-таки на три года. — Да, так же на три года. Я думаю, что с учетом практики и, собственно говоря, там, направлений, которыми занимался здесь, мне было бы интересно две темы. Темы общественного контроля, потому что я вижу, в чем необходимо ее совершенствовать на федеральном уровне. И здесь как раз Владислав Гриб, который приезжал, он говорил об этом. — Как раз об этом и говорил. — Да, да, да. Дополнять. То есть у нас сейчас получилась, знаете, такая интересная ситуация. Мы с точки зрения законодательства, когда вышел закон Российской Федерации, мы понимали, что нужен региональный закон. Сейчас мы приняли региональный закон, и мы сейчас понимаем, что надо поправить в федеральном еще. То есть, ну, такая настройка идет, да. Поэтому тема общественного контроля, несомненно, и тема, то, о чем я говорил, общественная экспертиза законопроектов и нормативно-правых актов. Потому что есть очень принципиально важные, на мой взгляд, принципиально важные направления деятельности на ближайшее время — это передача социальных функций или общественно-полезных функций со социально-ориентированным НКО. То, о чем мы уже, опять же, говорили, говорили и на гражданском форуме, и как направление работы региональной общественной палаты определили. То есть, передача тех функций, которые государство несет в социальной сфере, частично в возможности их организации некоммерческому сектору. Тут вопросов очень много. Вопросов очень много. Готовность самого сектора НКО, желание государства. Одно дело декларируемое, другое дело реальное. Но без этого качество этих услуг и, скажем так, полноценность вот этого некоммерческого третьего сектора добиться будет и той, и той цели очень сложно. Потому что государство, если уж признано, что государство в коммерческой сфере неэффективный собственник и неэффективный управленец, об этом, собственно говоря, де-факто говорится с точки зрения приватизации государственных активов, с точки зрения изменения форм собственности государственных предприятий. То есть, государство не самый эффективный собственник. Может быть, более надежный, менее рискованный, но не самый эффективный. То уж в сфере социальной, с точки зрения скорости принятия решений и изменений, с точки зрения нацеленности на потребности конкретного человека, сектор НКО, я думаю, что способен достаточно серьезно дополнить те возможности, те ресурсы, которые государство в этой сфере имеет. Поэтому вот эта тема, она важна, она очень сложная и непростая. Там же очень много законодательных вещей, которые необходимы. Очень много законодательных, то есть наконец-то в конце прошлого года хотя бы добились изменений в бюджетный кодекс, согласно которому на два года можно заключать эти договоры, уже шаг вперед, потому что на год вкладываться никто не мог. Но это тема, которая важна институционально, что называется. То есть сложно говорить о развитии НКО и некоммерческого сектора, когда государство не подпускает эти организации к действительно реальному взаимодействию с обществом. Вы знаете, я тут где-то на одном из сайтов комментарии читал выходные по поводу этого выбора, потому что вы будете работать в УПРФ. В комментарии что-то вроде, ну вот, Сусенко сбежит сейчас из нашего захолустья, может быть, там еще и зарплату хорошую получать будет. Ну давайте эти жизненные вещи тоже обсудим. Обсудим, сбежите на хорошую зарплату. Ну, коллеги, пишут люди, ну что поделаешь? Я понимаю, я честно скажу, я думаю, что если бы, собственно говоря, речь шла об этом, конкурс на члены Общественной палаты России был бы гораздо выше и серьезнее. Нет, это точно такая же общественная деятельность, которая не предполагает ни заработной платы, ни... Ну, а вдруг вы станете секретарем Общественной палаты, там зарплаты-то ведь есть, наверное? Ну, секретарем ОПРФ? Да, наверное, есть. Слушайте, я тебя что-то не задумывался никогда. Ну, все, он как-то освобожден. Звонок Боричалову? На оплату. Вот не задавался этим вопросом, надо спросить. Я знаю, что у некоторых коллег, например, в Республике Коми должность секретаря Общественной палаты оплачивали. Оплачивали. Да, и коллега, которая приезжала на прошлое, вот не на 16-го, а на 15-го года в гражданский форум, очень удивлялась тому, что мы тут столько много всего делаем, Вернемся. Да, вернемся. Работа в Общественной палате России безвозмездна на общественных началах. Единственное, что оплачивается, это проезд до Москвы и обратно. Но в очень узких рамках, то есть в рамках работы той комиссии и одной комиссии, в которой ты состоишь. Ты можешь выбрать только одну комиссию, в рамках которой будет оплачиваться. Можешь войти в другие, но это уже все заслужено. Из Москвы обратно, в смысле, вне зависимости от того, в какой вы регион пройдете по рабочим и по рабочим задачам. Нет, Киров, Москва. Киров, Москва. То есть работа, физическое присутствие членов общественной палаты от конкретного региона, от конкретной палаты, то есть только работа с регионом со своим, да, вот эти поездки рабочие. Оплачивается только это. Нет, ваше физическое присутствие предполагает больше работы в Москве, больше работы в регионе, каким образом? Нет, физически я большую часть времени буду присутствовать в регионе, потому что у меня остается основное место работы торгово-промышленная палата. Вице-президентство в Азиатской торгово-промышленной палате остается в вашем рабочем месте. Это место работы. Общественная палата это общественная деятельность. Она предполагает, я думаю, что 1-2 визита в Москву в течение месяца для участия в работе заседаний комиссии. Сейчас внедряется достаточно активный метод дистанционных заседаний по тем вопросам, которые не требуют личного присутствия. Может, какое-то средство спецсвязи выдадут? Интернет, по-моему, сейчас всех устраивает. На самом деле все же мероприятия открыты, поэтому здесь секретности никакой нет. Вот когда лично поедет, там уже закрытыми дверями. Не переезжаю, зарплату не получаю. Все, слышали? Слышали, да. Андрей Ильич ответил, да. Нам пора сделать небольшой перерыв. Это рекламная пауза. Скоро вернемся и продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжаем нашу беседу. Наш гость Андрей Высенко, представитель Кировской области в общественной палате Российской Федерации. И представитель палаты Российской Федерации в Кировской области одновременно. Ну, давайте все-таки оставшиеся 10 небольших минут посвятим тому, что вспомним, какие основные направления в работе общественной палаты были. И что бы вам хотелось вот это вот хозяйство-то передать дальше. И что бы хотелось сохранить. Да, что бы хотелось сохранить направление работы. И от чего, может быть, хотелось бы. Это и общественный контроль, безусловно, и общественные советы, да, о чем мы говорили неоднократно в нашей студии. Да, да. Давайте ваше видение вектора того, да, куда региональная общественная палата должна двигаться. Ну, придется повториться, да, собственно говоря, о том, о чем я говорил здесь ранее в этой студии, не сегодня. Когда мы говорили о итогах 2016 года, о планах на 2017. Это, несомненно, это процедура общественного контроля, потому что, ну, вот опять же, вы слышали оценку Владислава Гриба, который он дал на круглом столе в правительстве области, да, о том, что Кировская область в этом смысле впереди планеты всей практически. И это действительно так. Я сам был свидетелем этого, будучи на форуме сообщества в итоговом в ноябре в Москве, когда я видел, что рассказывают наши коллеги из других регионов, и что, собственно говоря, мы можем предъявить в качестве уже законченных процедур. И как бы скептично, опять же, и наши коллеги, и общество не относилось к тем же самым процедурам общественного контроля в сфере дорог, мы и видим, как меняется все происходящее внутри. Мы пока не видим этого изменения, собственно говоря, на самих дорогах, да, но надо понимать, что это ситуация, которая, там, не полугода и не года, там, что сразу все станет по-другому. В принципе, это был как бы первый год, когда это работало, вот сейчас вот оттаивают те дороги, которые делались уже под общественным контролем. Да, они делались под общественным контролем, но сказать, что там полностью за все мы отвечаем тоже нельзя. Но, опять же, обратите внимание, там, отмена тех же самых, там, 15 лотов, да, там, со стороны ФАС. А мы... Это, кстати, тема свежая. Тема, тема. Вот на днях буквально стало известно. Да, тема очень свежая. А если обратить внимание на то, что за некоторое время до этого, по-моему, дней за 10, мы, собственно говоря, дали информацию о том, что большинство этих лотов, в том числе, не соответствует современным, современным ГОСТам и требованиям стандартов, что заключение, о чем дали специалисты Центра стандартизации и метрологии, которых мы включили по соглашению в состав рабочей группы, то есть это говорит о том, что пытаются все равно на основе старой нормативки, не учитывая новых возможностей, новых материалов, новых технологий, там, эти лоты сформировать. И у нас сейчас, вот наша, например, задача, там, учитывая то, что лоты отменили, мы анализировали уже вынесенные, сейчас добиться не только исправления замечаний ФАС, но и включения, собственно говоря, тех стандартов и тех ГОСТов, которые на данный момент действуют. В принципе, там эти ДДХ есть возможность еще обжаловать решение у ФАС. Ну, вот, честно говоря, очень бы не хотелось, чтобы сейчас все это превратилось вместо, там, реальной работы в бумажную. Вот же надо понимать, что в итоге-то затягиваться сроки будут. В итоге, да, то, о чем мы, опять же, всегда говорили о том, что необходимо как можно раньше торговать процедуры, если это сейчас все уйдет в бумажную волокиту, в споры, там, что называется, там, из-за буквы, а не по существу, то мы, опять, к сожалению, там, потеряем время, которое в этой сфере, там, очень дорогого стоит, что называется. Вот, поэтому, да, несомненно, процедура общественного контроля, сфера ЖКХ, там, и капремонта, собственно говоря, там, не теряет актуальности, и механизмы, которые общественный контроль предоставляет гражданам и некоммерческому сектору в этих сферах, также, там, достаточно положительно себя зарекомендовали, и также были оценены и здесь у нас, и для нас сейчас важной задачей является распространение этой практики на районную область. Это тоже важная тема, потому что в основном сейчас все сконцентрировано в областном центре в силу, там, ну, естественных причин, что называется. Но вот буквально там перед пленарным заседанием в четверг я выступал на заседании Совета Ассоциаций муниципальных образований, проинформировал коллег о том, что у нас в регионе действует закон об общественном контроле, о том, каким образом необходимо реагировать на эти процедуры, потому что мы иногда видим, как воспринимается это сугубо негативно, там, да, объяснил, собственно говоря, каковы цели и задачи, попросил адекватно реагировать и на сами процедуры, и на материалы, и на итоговые документы, которые мы формируем. Ну, и мы, собственно говоря, договорились о том, что те общественные советы, которые, сейчас уже переходя к теме общественных советов, мы будем формировать при муниципалитетах, они по законодательству как раз являются субъектами общественного контроля, и, собственно говоря, совместно общественные активности и органы муниципальной власти могут регулировать эту ситуацию с точки зрения целесообразности тех или иных процедур. Потому что мы, конечно, как субъект региональный получаем определенное количество обращений, там, проконтролируйте это, проконтролируйте это, проконтролируйте это. Все время кто-то считает, что мы там должны сейчас броситься этим заниматься, но мы оцениваем все это с точки зрения, там, действительно, общественной значимости, во-первых. Во-вторых, ну, потенциального результата этих процедур. И так общественные советы, да? Да, общественные советы. При муниципалитетах, давайте. Ну, вот у нас две задачи, это муниципалитет и федеральные органы власти. В настоящее время при муниципалитетах еще нет общественных советов. Сейчас интересная, кстати, ситуация, вот, Андрей Леонидович, я читаю, так сказать, новостью, да, вот в районах начинают говорить о том, что будет создаваться общественный совет. Раньше там молчали об этом, говорят, но потом такая информация, что пока еще не знаем, чем он будет заниматься, кто в него будет. Ну, сложный вопрос, действительно, потому что, смотрите, если у нас есть достаточно хорошая наработанная практика, и мы сейчас уже, что называется, там, настраиваем систему общественных советов при органах региональной власти, да, там, в министерствах и при федеральных органах, то мы с муниципалитетами ситуация, конечно, другая. Общественный совет при министерстве, он понятен, у него есть отраслевая направленность. Или при федеральной налоговой службе, к примеру, да, то есть понятно, в какой сфере он работает. Общественный совет при муниципалитете, он, что называется, за все. Это вроде общественной палаты небольшой такой получается. Ну да, кроме внешней палаты. Но они, кстати, на самом деле так и сформулированы в законе. Общественные советы в скобочках палаты. Но я лично не сторонник создания общественных палат в каждом из муниципалитетов, потому что, мне кажется, там возникнет определенная путаница, и наплодив этих сущностей, ничего хорошего мы не получим. Нет, на слово совет вполне нормальный, мне кажется. Общественный совет, там, общественный совет, городовятские поляны, там, челом бьет общественному совету города Советска. Какая-то излишняя уж такая. Общественные советы действительно та структура, которая должна работать, но у нее действительно такой объем вопросов возможных рассмотрений. Там и тоже можно сосредоточиться на самых таких болевых точках, условно говоря. Так же ведь, как с общественным контролем, то есть вы не все контролируете, только у вас определенные болевые моменты. Те же дороги, те же жига. Здесь, что называется, речь о людях. То есть вот у нас сейчас есть несколько наших коллег, руководителей муниципалитетов, которые сами уже готовы к созданию общественных советов и обратились к нам с просьбой, скажем так, помочь, подсказать, сориентировать, в чем-то поддержать, в чем-то там наоборот, ну, скажем так, свою позицию высказать. И мы, вот на совете ОСМО, я сказал, что мы не будем тут за компанищину о том, что там с 17-го года во всех муниципалитетах должно быть создано, потому что понимаем последствия. Создать создадут, но работы реальной там не будет. Вот попробуем, вернее так, отработаем технологию и методологию с теми главами, которые заинтересованы сами. Мы сейчас работаем над положением об этом совете. Примерное такое положение, да? Примерное, да, то есть типовое, так скажем, да, которое мы будем предлагать. И о порядке его формирования, потому что тоже вопрос достаточно серьезный, каким образом, и о направлениях его деятельности. Будем предлагать это отработать в тех муниципалитетах, которые проявили интерес, и дальше уже тиражировать на область. Вот это та задача, которую, я надеюсь, и я продолжу в составе общественной палаты, будучи ее рядовым членом. Ну и надеюсь, что ее руководящие органы также будут проводить это в жизнь. Помнится еще, когда мы беседовали с вами осенью прошлого года, когда вы снова возглавили общественную палату, вы говорили о том, что общественный контроль хотели бы завести еще и в стрелу в сферу здравоохранения, медицины. Давайте-ка вспомним об этом. Да, да. Удалось ли что-то, или здесь настолько специфично все, что... Даже не знаю, с какой стороны и подойти-то. Тема действительно очень сложная, и то, о чем я, собственно говоря, тогда еще говорил, то есть вот этот смычек, вернее, стык интереса каждого конкретного человека и необходимость защиты его прав, и необходимость защиты прав общества в целом, здесь очень сложно решаемо. Поэтому мы на данный момент не инициировали формальную процедуру общественного контроля, но мы в этом смысле сейчас пока, скажем так, проводим определенные подготовительные мероприятия и... В чем их суть? Ну, так говоря, понимание для самих себя там ситуации. Ну, во-первых, то, о чем вы сказали, то, что вы собираетесь обсуждать в следующем часе, да, это некая социология отношения граждан, потому что, знаете, не так давно перечитывал материалы гражданского форума и даже делал пометки, отметил для себя цитату в Рио губернатора, который, собственно говоря, так и сказал, говоря об общественном контроле, он сказал, что для нас решающим должно быть не мнение специалиста по дорогам, а мнение водителей, которые по ним ездят, не мнение там чиновника, а мнение пациента относительно доступности и качества здравоохранения. Поэтому в этом смысле мы пока, ну, скажем так, видя сложности в реализации законной процедуры проведения общественного контроля по тем причинам, о которым я сказал, мы смотрим на ситуацию с точки зрения некого вообще восприятия в обществе. То есть это не позволит нам дать конкретную оценку, как зафиксировано в законе, но это позволит нам сказать и представить органам власти некое то мнение, то восприятие, которое в обществе сформировалось. Мы проводили подобную работу с точки зрения, как вы помните, по доступности лекарственных средств из перечня ЖЗВНЛ. Жизненно важные и необходимые лекарственные средства. Значит, и с точки зрения максимальной торговой наценки, наша работа, она, собственно говоря, подтвердила те исследования, которые проводились государственными органами относительно, ну, крайне незначительного количества нарушений в этой сфере. То есть действительно наши аптечные организации, государственные и частные, в этой сфере обеспечивают для граждан достаточно нормальное снабжение и обеспечение лекарственными средствами. Сейчас, буквально через две недели у нас состоится заседание комиссии общественной палаты, которая будет рассматривать результаты как раз социологического исследования в сфере доступности, обеспеченности и качества оказания медицинских услуг в Кировской области, причем проведенная независимая организация. Это Костромская НКО, которая выиграла президентский грант на проведение подобных исследований в ряде регионов, и в том числе в Кировской области. Первую волну исследований они провели, готовы с нами поделиться результатами. Мы совместно с Минздравом нашим посмотрим, какие оценки сами граждане, то есть не мы как общественные оплаты и субъекты общественного контроля, какие оценки граждане выставляют в нашей системе здравоохранения. Пока вот в этом направлении мы движемся. Как бы идет такая подготовительная работа, изучение. Потому что мы с коллегами уже поняли, что если в сфере дорожного строительства был понятен предмет контроля, то есть понятно, что начиная от документации, заканчивая укладкой асфальта и гарантийными обязательствами, вот он понятен. Здравоохранение сфера настолько глобальная, огромная, что заняться общественным контролем и здравоохранением в целом было бы крайне амбициозно и опрометчиво. Поэтому мы... Чиновники-то от здравоохранения, они как к этому относятся? Ну, как может относиться к общественному контролю практически разработчик закона об общественном контроле в Кировской области, Дмитрий Александрович. Мы понимаем, адам, экс-секретарь общественной палаты. Мы находим взаимопонимание и взаимодействие. Собственно говоря, вот тот круглый стол, о котором я сказал, по поводу исследований Костромской организации, мы будем проводить совместно с Минздравом. Будут представлены результаты этого исследования. Мы зададим вопросы интересующие нас с точки зрения общественной палаты региона, а Минздрав будет комментировать эти результаты, потому что я предварительно их видел, но я не скажу, что там стопроцентная удовлетворенность к качеству медицинских услуг. То есть понятно, что Минздрав даст свои комментарии по этому поводу, и мы совместно обсудим, как увеличивать, собственно говоря, вот это качество этих показателей. Пора закругляться нам с первым часом мужского понедельника. Спасибо большое, Андрей Усенко. Мы вернемся с Николаем через 20 минут. Не прощаемся. Спасибо.